Здравствуйте! И до свидания! Выключайте телевизор, там все равно не говорят правды Ну, начнем с того, что лгут все Не надо обобщать? Даже не думала, все очень конкретно Например, мужчины лгут о себе 8 раз чаще, чем о других А если вы супружеская пара, то лжете друг другу Примерно в одном случае из 10 Думаете, это плохо? Тогда имейте в виду, неженатые врут в 3 раза чаще Не верю Зовем экспертов и выведем ложь на чистую воду Сегодня в программе исследуем ложь Как и в каком возрасте человек учится врать Кто разбрасывал игрушки? Я не подлечал По каким признакам можно определить, что тебя обманывают? И как сохранить лицо, когда за твоими ответами следит детектор лжи? Ты когда-либо меня предавал? Нет Путешествия по темным закоулкам человеческой души с нами отправятся эксперты Сергей Сизых, актер Считает себя счастливчиком, ведь за его убедительную ложь не наказывают, а аплодируют Николай Чередов, психотерапевт Читает ложь по лицу человека, как текст из книги И вас научит Давайте сразу расставим все точки над «и» Ложь нам необходима Если мы начнем резать правду-матку на каждом углу, Бог знает, чем это может закончиться А я вот считаю, что честность – отличное качество, которое нужно воспитывать в детях и развивать в каждом из нас Ну, эксперты нас рассудят Скажите, пожалуйста, что вообще такое ложь? Ложь – это либо искажение информации, либо заведомое фантазирование, представление каких-то фактов, измышлений, которые передаются, как правило, другому человеку Это нормальная или нет? Норма, она вещь относительная, да, в одной социальной группе норма одна, в другой социальной группе норма другая Поэтому это, ну, я бы назвал, это естественно для человека, как социального животного Это естественная функция Сергей, а вы как относитесь ко лжи? А с точки зрения своей профессии, если сказать, то это очень просто Чем больше врешь, тем лучше играешь, тем лучше подменяешь жизнь Я не знаю, как это вранье, очень большое количество родственников, а я их, ну, не видел, там, лет 10-15 И они там, там, тетя Нина, тетя, ну, очень много, огромное количество И они говорят, Сергей, как мы рады А я, понимаете, я в глаза не помню просто, кто это такой И тут моя сестра стоит, я говорю, Таня, это кто? Это тетя Нина Я говорю, тетя Нина, сколько лет, сколько лет Вы понимаете, а если я скажу, я вас не знаю, женщина, вы кто? Она же правда обидится, и мне, я не знаю, назвать это ложью или просто я не говорю всей правды Так или иначе, любой родитель пугается, когда его ребенок начинает обманывать Участники нашего первого эксперимента – дети, которые наглядно нам продемонстрировали, как и зачем люди начинают лгать Смотрим Самые честные люди – это дети до трех лет, заявляют ученые У малышей просто не работают нужные для обмана отделы мозга А вот после трех ребенок открывает для себя новый иллюзорный мир, который не видят остальные И начинает активно пользоваться новой функцией Сегодня мы посмотрим наглядно, как и зачем формируется ложь И как далеко готовы зайти в ней те, кто совсем недавно научился фантазировать Вы можете уже играть, но одно условие Все обратили внимание? Зефирки и доготь И печеньки не кушать, ни зефирки, ни печеньки Сладости перед носом, но есть их нельзя Мы оставляем детей одних и наблюдаем за их выдержкой Надо сказать, дети оказались исключительно благовоспитанные И за угощение принялись только спустя два часа от начала эксперимента Приступаем к самому главному Что скажут дошколята в свое оправдание? Да, Женька, слушай, ну скажи мне, пожалуйста, кто слопал половину зефира? Это не я А кто? Тот мальчик Это братик Братик Гасана Самый маленький? Братик Гасана? Да Это он маленький Один малючка съел шоколадную зефирку Почти все решили валить все на самого младшего Тем более он действительно ел зефир Все, кроме Гасана, который использовал ложь, чтобы защитить своего маленького брата Гасан, расскажи, пожалуйста, кто скушал половину зефира? У кого есть папа Мальчик, у которого есть папа, скушал зефирки? Да А нам сказали, что это твой братик маленький скушал все зефирки Лев И, наконец, настало время невероятных историй Да, это правда лев Это был лев? Много было лев Много левов? Я оставил этих левов Они их обгоняют, а потом они нас кусают Кто съел все зефирки? Динозавр Он пришел в невидимый Невидимый динозавр? Ага А как же ты его увидела, если он невидимый? А он маленький был такой, заезд он туда ест Кто разбрасывал игрушки? Ну, у нас в студии папа нашего фантазера Данила Антон, ну расскажите, пожалуйста Мне кажется, у вас очень творческий ребенок растет Он дома так же красочно все придумывает или нет? Мне кажется, Данил, как только начал разговаривать У него сразу было очень много фантазии В этом плане он, наверное, пошел в меня То есть я тоже в детстве любил фантазировать Дома тоже часто случаются такие ситуации То есть он рассказывает, что это не он Это так же инопланетяне, бывают динозавры А у нас есть еще один ребенок То есть ему полтора года братик Вот часто братик сам лезет на подоконник То есть он сам полез, я его туда не подталкивал А мне вот хотелось бы прояснить одну деталь Вот у нас считается, что обманывать это плохо Но при этом фантазировать это хорошо Детскую фантазию даже развивают специально Вот у меня вопрос с этим к Николаю Дети из нашего эксперимента Они обманщики или фантазеры? Где грань вот эта? Вряд ли ее пока сложно в этих детях обнаружить То есть это фантазирование Они, естественно, это воспринимают Как собственную жизнь Потому что для них образы пока еще Сами необыкновенные, да, те, которые они внутри создают И различить вот реальность и фантазии Им еще очень сложно А в каких случаях дети начинают врать? Это первое, избегание наказания Второе, это получение какой-то выгоды Что-нибудь вкусненького, сладенького И так далее, да И третье, избегание конфликта Антон, а сможете вспомнить первую ложь своего сына? Такая, наверное, самая первая яркая Когда маленький только родился, второй ребенок Он прятал пустышку Он возьмет пустышку Пойдет ее куда-нибудь спрячет Потом мама к нему подходит, спрашивает А где пустышка? Он говорит Я ее не прятал А куда ты ее не прятал? Я ее в шкаф не прятал И все, она в шкафу лежит, соответственно Елена Станислав Участники наших последующих экспериментов Скажите, как вы относитесь? Как считаете, детей надо ругать за ложь? Ну, разбираться нужно в каждом случае Может быть, это и не ложь А может быть, это и правда Может, это на самом деле фантазия Ну, а лгут-то Надо узнать причину, почему человек лжет Может, из-за того, что ругают Человек лгать и начинает Просто как ответная реакция Потому что ему не хочется общаться Или что-то такое Сейчас немножко расстрою Некоторых здесь присутствующих Но ложь – это часть нашей природы Верно, Николай? Животные ведь тоже могут прикидываться То есть зайчик может прикинуться мертвым Если за ним гонится хищник Птица может имитировать поломанное крыло Чтобы защитить своих птенцов Но это же для выживания Ну, так вот, например, мальчик В нашем эксперименте, Гасан Лгал, чтобы защитить своего брата Получается, есть ложь во спасение О, я вспомнил одну ложь прямо с детства Я сбежал из детского садика У меня мама работала рядом Пришел педагог Из детского сада И я спрятался под стол К маме Мне было интересно Выдаст меня мама или нет И мама была моим абсолютным союзником В общем, это такая была ложь Не знаю, во имя чего Ну, понятно, что во имя меня Это, да, мама сделала Но мне было приятно Что моя мама за меня И эта ложь была, наверное, во благо Сергей вообще, вы единственный актер Из тех, с кем я общалась Кто признался, что актеры Профессиональные лжецы Потому что все говорят Нет, мы не лжем Мы играем, мы не лжем Это разные вещи Другая абсолютно вещь Нет, смотрите, я могу повториться Чем больше врешь Сергей вас поймали Да, нет, нормально на самом деле А чем больше и лучше И талантливее врешь Обманываешь Тем больше подменяешь жизнь Ну, тем лучше играешь Брать Станиславского Почему Станиславский у нас Это наше все И его слово Верю-не верю Вообще, я думаю, знают все Как врать так, чтобы вам все поверили А на самом деле Там вот у Станиславского Если просто разделить Его всю систему Там заключается ППР называется Просто поверь в свою ложь Ну, практически А РЭП? Да Это же немножко Ой, там РЭП было Они не казахстан Но знаете, что я могу сказать Что больше всего мы Ну, можно так сказать Не любим тех людей Которые нам Рубят правду Не любим Не любим больше Те, которые говорят нам правду Понимаете Это же такая задача А вы готовы слышать правду Про себя каждый день Есть о чем поспорить Продолжим после рекламной паузы Укротить глюкозу И договориться с инсулином Мы докажем Что диабет Не приговор Необходимо за питанием следить Личные истории И победы над заболеванием В телепроекте Жизнь не сахар Я поднимаю правую ногу Немножко так Чтобы человек не видел Секунд десять У меня все отпускает Хорошо Бронхит Остеохондроз Туннельный синдром Это статическое напряжение Рано или поздно Вызовет мышечный спазм Как бороться с заболеваниями Приобретенными на работе Необходимо делать короткие перерывы И проводить в это время Простые упражнения Это профессиональное Новые выпуски Каждый четверг В Омском эфире Телеканала Продвижение Телеканал Продвижение В крупнейших сервисах Онлайн ТВ Любимые программы Можно смотреть на компьютере В планшете Или в телефоне В смарт-телевизоре Или ТВ-приставке Телеканал Продвижение Позитивно настроен Я, наверное, всегда слушаю свое сердце Вот прям вот сто процентов Вот это дзынь Хотите заглянуть на кухню Женского бизнеса? Основной наш канал Продвижение Это Сарафанное радио Пошел косяков народ Мечтаете узнать Как в декрете Построить свой бренд с нуля? Все, что не придумывается Все связано с детьми Это маркетинг Это реклама Это пиар Это продвижение Мама в деле Новые выпуски Каждую субботу В Омском эфире Телеканала Продвижение В эфире программа НЛП Нестандартная Легко о психологии Говорим о том, как на слове Поймать лагунишку Продемонстрируем В нашем следующем эксперименте По словам, по глазам, по голосу Отделяем ложь от правды Вместе с психотерапевтом Николаем Чередовым Наши помощники Расскажут ему Два случая из жизни Реальный и вымышленный Я, в общем, подскользнулась Об этой и начала тонуть А мама это не видит Она загорает Ей хорошо Но это увидел мужчина другой У него тоже ребенок тонул Почему-то, я не помню Он его спас А потом меня Мария смотрит вправо и вниз Это говорит о том, что она испытывает Какие-то чувства Скорее всего, она не лжет Послушаем вторую О поездке на концерт Любимой группы Прям, не знаю Видно, что солист Он как бы дарит свою энергетику А как звучал его голос? Немножко такой, как сипловатый, хриплый Но тенор такой Слишком много деталей Привлечения лишней информации И смотрит Маша теперь влево Сигнал того, что человек фантазирует То же самое происходит с Ариной Большое количество деталей И описание выдает ей ложь с первых слов Интереснее ситуация с Юрием Я по закону полости Шагнул не куда-то А шагнул в единственную щель Которая была от Ильюневки И полностью ушел Вот так вот по бедро Там двухэтажные паромы большие И паром просто-напросто перевернулся Повезло только то, что были мы Недалеко от самого берега Недалеко от причала Сколько там людей Там пострадало Это я уже не знаю Ситуация сложная Оба раза Юрий смотрит Вправо и вверх Значит, берет информацию Из собственной памяти Хотя никакого кораблекрушения На его глазах не происходило Все потому, что эту историю Юрий слышал от других людей И успел пережить ее В своей голове И, наконец, Станислав С ним проблема та же Одна история реальная Вторая вымышленная Но скомпонована На основании реального опыта Тут летит такая боевая пара вертолетов Ка-52 Оказывается, пока мы ехали А ехать с Волгограда Это 10 часов До Владикавказа Пока ехали Действительно, в Ингушетии Произошел какое-то нападение На блокпост Двух или трех полицейских ранили Вторая история Ну, наверное, из археологии своей расскажу В Красноярском крае Мы полетели на вертолете Потому что действительно Не добраться до некоторых Археологических памятников Должны были неделю там быть А просидели Две с половиной А вот и несоответствие Первая история была насыщена деталями Однако оказалась правдой А вот вторая выдумка Несмотря на то, что Станислав Активно сигнализировал Что обращается к своим воспоминаниям И он единственный Кому удалось обмануть психолога Ну, Станислав, рассказывайте Как вам это удалось? Николай у нас серьезный мастер в этом деле Вы что, тренировались? На мой дилетантский взгляд Все намного проще Вторая история Она действительно происходила Но не со мной А со слов человека Моего приятеля Тоже из археологии Ну, это было не так вот Что все детали были рассказаны Просто, ну, было такое вот Я этот факт взял за какую-то основу И на это я навесил предыдущий свой опыт Который мог бы произойти Если бы такая ситуация была То есть Если по-хорошему разбираться Это просто, ну, художественный вымысел Это не вранье даже Николай, а вы как прокомментируете наш эксперимент? Со Станиславом получилось так Что он применил стратегию лжи Когда он занимался воспоминанием и чувствованием Он все время только воспоминанием и чувствованием Он вспоминал то, что рассказывал некто При этом испытывал чувства При этом он потом уже нам в кулуаров говорил о том Что он контролировал то, что с ним происходит И этот механизм как раз, да Отвлек меня на то, что человек оперировал реальной информацией То есть реально он вспоминал того, кто рассказывал И реально чувствовал А чувства касались текущего момента Поэтому для того, чтобы Эту стратегию лжи У Станислава надо было определить Просто нужно было чуть больше времени Но в эксперименте были перечислены некоторые признаки По которым можно считать ложь Скажите, пожалуйста, что осталось за кадром? Тонус мышц лица Лицевая асимметрия право-лево Это функциональная асимметрия мозга Как только происходит рассогласование Это показатель вот этих внутренних процессов Хочу-должен Когда человек начинает закрываться Каким-то образом То это уже начинает некое сокрытие Все время так сидит, да посмотрите Подружиться так удобно Совершенно верно Это удобно, потому что я в закрытом положении нахожусь И я привык это делать Это сейчас политиков очень учат Если вы видите, как они вот ходульно Вот он только руку туда сместил Он уже ходульно Начинает вот так вот Открыть его Он демонстрирует Открытость это Показатель чего? Фальши Он демонстрирует открытость Да, все классно А сам говорит Пошли вы А по напряжениям лица Видно, что он думает Другие вещи совершенно То есть и по глазным стратегиям Это видно Наиболее лживая стратегия Политиков Это что? Зрительные воспоминания Это вправо от себя Вправо вверх И влево вниз То есть это внутренний диалог И поэтому он все время В конструкции Туда-сюда Туда-сюда Сегодня все включаем новости И проверяем Сергей, ну публичные выступления Для вас это как бы Обычное дело Можете мне рассказать Я слышала, что когда человек говорит Честное слово Вот зуб даю Это вот сто процентов лжет, да? Есть элементарная книга Называется «Из их жестов» Я сел вот так, я могу сесть вот так Я могу смотреть вот так Это все читаемо Но на самом деле Ну я же просто вижу Врете вы мне или не врете Правду вы мне говорите или нет Да, можно, конечно, ловить А человек Только тогда откровенен Когда он наедине с собой Елена у нас Во время нашего эксперимента Говорила, что Она посещала какие-то курсы Которые основаны Вот на курсах для разведчиков Чему вас там учили? Зачем мы с вами говорили? Ложь помогают определять? Да Как объяснил нам руководитель Что это как бы программа Которая используется Или там использовала В западных школах Для разведчиков На меня надели Как это называется Эта шапочка Самое главное Что чуть-чуть к руке Подсоединяет датчик Рука лежит на столе Вот И показывают фильм Перед этим объясняют Что да Если вы смотрите Допустим вниз и влево То человек врет Ну там объясняет Какие-то моменты И ты казалось бы их запоминаешь Ну и ты должен Их определить на экране Ну чтобы тебе помогли Но датчик помогает тебе Это определить То есть как только человек На экране Делает реакцию Согласно которой Он врет Ну как бы создает реакцию У него на лице появляется Вот Разряд тока идет на палец Но считается Что в конечном итоге По окончании этих курсов Ты уже на таком Как собака Павлова Начинаешь Глядя на другого человека На обычного Читать все Да На инстинктах прямо Но каким бы талантливым Ни был лжец Или может быть Профессиональным актером Мне кажется Детектор лжи Им не обмануть Проверим машину Правды в действии Сразу после короткой рекламы Культовые детективы Любимые сериалы Как дела? Мировое кино Ежедневно Круглосуточно На продвижении И один из самых Успешных комиков в мире Ищите продвижение В своем пакете каналов Крупнейших операторов Спутникового телевидения И больше Не переключайтесь Самое пожил яркое Для меня впечатление Эмоциональное Так называемые Драма батлы Есть свободное время Мы покажем Самые интересные Места города Ты находишься В самой картине Один на один Представим вам Главные культурные События недели С полным правом заявить Выходные Огонь Смогут и зрители Нашей программы Свободное время Искусству нужно учиться Как любому делу В жизни Откровенные Не хочу, чтобы зрители Видели страх от картины Интересные Я мог Всегда из перспективы Неравнодушные Неравнодушные Пусть музей будет чудом Пусть посещение музея Будет радостью Наши люди Новые выпуски Каждое воскресенье В омском эфире Телеканала Продвижение В эфире НЛП Разбираем ложь И прежде чем показать вам Третий эксперимент Хотела бы спросить у Николая Николай, а вы знаете Как работает детектор лжи? Только косвенно Он ориентируется На физиологические реакции Поэтому, когда говорят Обмануть детектор лжи можно Детектор лжи Обмануть нельзя Обмануть можно Интерпретатор результатов Которые получаются От детектор лжи Человека Давайте уже продемонстрируем Как выглядит тест на детекторе лжи Наш третий эксперимент Смотрим Проверить свою десятилетнюю дружбу На детекторе лжи Пришли Оксана и Елена Они заранее приготовили вопросы Втайне друг от друга Мы даем испытуемым поблажку Если правда слишком горька Можно не отвечать Но заесть ее жгучим перцем Ответит на все Тариночку камни поближе Приди Я могу тебе бросить Сначала испытуемый должен Несколько раз намеренно солгать Чтобы дальнейшие ответы Сравнивали именно с этими параметрами Затем черед нейтральных И контрольных вопросов Сейчас светлое время суток Да И вот, наконец, значимые Ты делала пластику лица? Да Ты зарабатываешь больше Одного миллиона в год? Нет Когда-либо ты мне завидовала? Да Ты на самом деле считаешь Что занимая джоэт гимнастикой Можно похудеть? Да Когда-либо употребляла Таблетки для похудения? Нет Следующая пара Мать и сын готовы встретиться Со скелетами в шкафах Друг у друга Может быть, им пригодится Наш гучеперец Который нужно съесть Чтобы не отвечать На неудобный вопрос Без моего ведома Ты брал у меня деньги? Нет Хочешь ли ты жить отдельно? Да Ты когда-либо Употреблял наркотики? Нет Интерпретация результатов Еще только предстоит Но детектор лжи намекает С ответом на последний вопрос Что-то не так Никита слишком разволновался Теперь очередь мамы Отвечать на его вопросы Тебе известно, где сейчас Находится мой отец? Да С моим отцом Ты из-за меня рассталась? Нет Ты любила моего отца? Нет Ты хотела, чтобы я родился? Да Им с сыном точно будет О чем поговорить После окончания теста Последняя пара испытуемых Муж и жена Артур и Анна О чем не побояться Спросить друг друга Молодые и красивые супруги У тебя есть банковский счет О котором я не знаю? Нет Ты когда-либо меня предавала? Нет Бывали ли у тебя мысли Развестись со мной? Да Артур и Анна Меняются местами Может быть, Аня Решится задать вопрос в лоб Тебе нравится, как я готовлю? Да Ты когда-либо меня предавал? Нет Ты хочешь, чтобы у нас были дети? Да Ты меня любишь? Да У тебя была интимная связь С Марией Гриценко Прелесть Ничего себе, что вы даете Какие граммы у вас разыгрываются Хочу сказать, что ни одна семья В ходе нашего эксперимента Не пострадала Ребята просто любят пошутить И последний вопрос-ответ Они, конечно, разыграли Но только последний А реальные вопросы на тему измена Они друг другу задавать не захотели Причем нам вообще было очень сложно Найти семейную пару на этот эксперимент Мужчины почему-то соглашались А женщины говорили Нет, нет, мне это не нужно Я не хочу потом развестись Мне интересно теперь Николай, женщины больше врут или как? Почему мужчины-то согласны были? Нет, наоборот, как раз Кто готов-то был? Это мужчины Большей степени лжецы Поэтому они готовы На соревновательность Готовы на конкурентную борьбу И поэтому они Давайте-давайте Давайте определим Что, кто А женщины Больше понимают Что лгать приходится И знать правду Не всегда обязательно Женщины более мудрые, если хотите Интересная версия Елена, а как ваши впечатления? Ты меньше знаешь, лучше спишь Вроде как все нам объяснили И показали, и рассказали Но все равно, когда садишься И к тебе это все подсоединяют Чувствуешь некое волнение Было страшно? Ну, как-то волнение чувствуешь Все равно Потом сказали не улыбаться Сказали вот там прямо вот Чтобы все было серьезно Знаете, у меня такое напряженное лицо У вас было видно, да Нам объяснили, зачем это? Ну, мне кажется Вы без полиграфолога Прекрасно видели Врет ли ваша подруга или нет? То есть вы же друг друга Хорошо знаете? Ну, я думаю, что на один вопрос Да, там была заминка А вообще я сама ответила На два вопроса Не так, как я думаю В какие вопросы вы солгали? Ну, допустим, о зависти То есть меня так неожиданно спросили Завидую я Оксане или нет? Ну, вы же сказали да Я сказала да Потом я, ну, в принципе Я даже не знаю, зачем я сказала да Чему завидовать? Ну, как бы Не, ну все у нее нормально, все хорошо Ну, вы уже Ну, у меня как бы тоже все хорошо Я даже не знаю Прежде чем ответить Или это был все-таки честный ответ? Я не отслеживал там реакции Какие только она может сказать Что там правда, неправда Да, но дело в том, что Чем более импульсивно Да, тем больше вот выдается реакция Которая там автоматическая Но в большинстве своем Возникает правдивая реакция Поэтому это вам сама информация Что где-то когда-то Вы своей подруге позавидовали Мне там понравилось Вот этот самый первый эксперимент Когда вы, когда сказали Говорить на все ответы Отвечать нет И спрашивали твое имя Это тестовый был эксперимент Да, тестовый, да Для настройки И в принципе я настроилась Сказать на имя Лена Нет Я совершенно, и по лицу Я совершенно спокойно сказала Я сказала нет Я говорила Я пыталась говорить В одной и той же интонации Света нет Там Таня нет Лена нет А графолог-то показал Что там такой всплеск То есть организм возмутился Но я-то была вроде как спокойна А мне вот даже интересно Что произойдет Если мы все начнем Говорить друг другу Только правду Мне кажется Корпорации Разорятся Семьи разведутся Давайте пофантазируем Вы можете представить себе Мир Честных людей Кто-то говорил из великих Если хотите потерять друзей Всегда говорите правду Дорогие женщины А вот комплимент Это что? Ну да, тоже вранье Не, ну не всегда же Почему всегда-то? Что вы? Ну кстати тоже Смотря что считать Ну хорошо Если говорить только честные комплименты Их стало бы в 10 раз меньше Наверное Вот сразу Дорогой Я сегодня Хорошо выгляжу Дорогая, ты выглядишь шикарно Я стала худея Я же на диете Ну я не видел, что ты кушаешь Но мне кажется Тебе худеть не надо Нет, это профессиональный лжец С ним что разговаривать? Все равно И все же я за правду Скоро и вовсе Никакие детекторы лжи не понадобятся Ученые работают над тем Чтобы телепатия стала реальностью Ох, эти ученые губят В человеке все творческое начало Но всегда остается Хотя бы один человек Которого ты можешь обмануть Это ты сам По статистике Мы 2-3 раза в день Лжем сами себе Ни на кого нельзя положиться А на нас можно Встретимся ровно через неделю На этом же месте В программе НЛП Не верите? Тогда посмотрите программу передач До свидания О, нет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова